Складной нож олень. Нож СССР. Город Горсма. Производство завода Октябрь. Выпускался с 1980 по 1991 год. Выпускались ножи как однопредметные, так и двухпредметные. Лезвие и открывалка с консервным ножом. На рукояти пластиковые накладки. На одной стороне изображен олень. На другой стороне изображен токующий глухарь. Нож с фиксацией клинка. Так его не закрыть. Фиксатор нажимаешь и нож закрывается. Нож Глухарь. Кисляр. Дагестан. Туристический нож. Полная длина этого ножа 255 мм. Длина клинка 125 мм. Толщина 2,4 мм. Сталь на клинке 65Х13. Накладки на рукояти. Орех. Ножный из кожи. Тиснение по коже в глухарь. На обоих сторонах клинка грабировка. Токующий глухарь. Такие ножи есть с различными рисунками глухаря. Нож мне нравится. Рукоять удобно ложится в ладони. Трава безопасная. Но вот при таком хвате уже вот этот выступ упирается в ладонь. С таким ножом хлебушек порезать, да колбаску, да пикничок, да коньячок под штуку чок. Очень даже неплохо. Нож Лиман от компании Сандер. Буква С. Эмблема компании Сандер. Нож северного типа. Спуски с середины клинка. Тонкий подвод режущей кромки. Полная длина ножа 295 мм. Длина клинка 160 мм. Толщина клинка 4 мм. Буква Н обозначает маску стали на клинке. Н 695. Рукоять из рога оленя. Латунный болестер с традиционной насечкой. Был и кожаный кемляк с бусиной из рога оленя. Но я его снял. Ножные кожаные оснащены петлёй для свободного подвеса. Ножные для ножа сшиты и сформированы индивидуально. На рукояти методом пирографии изображена рысь поймавшая глухаря. В 2014 году вышел прекрасно иллюстрированный альбом художника-анималиста Вадима Горбатова. Он автор этой акварели. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok